Микс Ньюс Каждый вторник после 14 часов В эфире на Радио Болтком новая программа «Есть тема» Её ведущий Вадим Полищук, Александр Полищук Аналитическая программа И что же это означает? Обзор важнейших событий Латвии и мира Мы не пересказываем вам новости, мы объясняем, какое значение имеют разные события в Латвии и в мире Слушайте на Радио Болтком «Есть тема» У нас одна минута, слушай, последний вопрос Добрый день, в эфире программа «Есть тема» в студии Александра Полищук Вадим Полищук находится в ответственной зарубежной командировке Но зато у нас есть очень достойный и интересный гость Это депутат Сейма, экономист, председатель парламентской комиссии по долгосрочному планированию Вячеслав Домбровский Добрый день Привет, спасибо, что пришел Давно хотелось заманить в студию экономиста, чтобы поговорить о всем том, что нас волнует Так что сегодня практически будет сеанс психоанализа А волнует очень много И в первую очередь, наверное, затронуть тему, которую мы уже как-то обсуждали в студии нашей программы Это налоговая реформа, которую готовит правящая коалиция На этих выходных журналисты программы «Де-факто» на ЛТВ разузнали какие-то новые детали готовящейся реформы Но, в частности, меня, например, очень такой порадовал факт, что, оказывается, реформу обсуждают на двух этажах, можно сказать В парламенте создана некая официальная подкомиссия, где происходят дискуссии, куда приглашаются эксперты Общественные организации, профсоюзы, ну, как сами журналисты обозначили, комиссия для выпуска пара А реальные дискуссии происходят на уровне коалиции, видимо, с закрытыми дверями от прессы И там обсуждаются те вопросы, которые действительно уже анонсировались И я писала на Дельфе, и говорили мы здесь в студии О том, что коалиция хочет фактически зарубить возможность налогового режима для микропредприятий Что коалиция хочет отменить многие налоговые льготы существующие И плюс там упоминалось, что коалиция ищет возможности, как заставить платить соцналог всех тех 250 тысяч работников, которые сейчас не платят Давай начнем сначала, тебе как экономиста Вот главные ориентиры этой налоговой реформы, они убеждают или нет? Это действительно те направления, где мы должны сейчас работать? Или все-таки, может быть, с точки зрения налогов у нас проблемы в каком-то другом месте? Саша, ну у меня первая, самая главная эмоция, которая у меня появляется при словах налоговой реформы Такое сильное ощущение, помнишь, был такой фильм «День сурка» Да, конечно Такое сильное там дежавю Почему? Потому что с тех пор, как я в политике около, это последние 10 лет Эти вот дискуссии непрестанные о налогах ведутся более-менее постоянно И главное, что они особо не меняются То же самое, о чем мы дискутировали 5 лет назад То же самое, в принципе, сегодня Например, последняя большая налоговая реформа была 2-3 года назад Когда министром была отдана разница отзыва Я тогда был руководил аналитическим центром Цертус Мы были тоже сильно вовлечены И множество организаций, то есть государства и сектора Всевозможные ассоциации предпринимателей И промышленно-торгово-промышленная камера, конфедерация работодателей Академия Даже заказали исследование налоговое у Всемирного банка Европейская комиссия, ОЕСИД То есть более года эту налоговую тему прошли от и до Потом обратно, еще раз от и до И получилось, ну, получилось, некоторые из планов были реализованы Например, реинвестируемая прибыль больше не облагается подоходом налога на предприятия Были и неприятные сюрпризы Ну, например, такая очень головоломная система расчета налога Повышение социального налога Это были неприятные сюрпризы Но главное, главное, что после всего этого Все эти участники, которые работали на этой налоговой реформе Как в правительстве, так и предпринимательские организации и так далее Сказали, по сути, все Больше, давайте больше не трогаем эту тему Десять лет Ну, вот, хватит И вот теперь Не прошло и полгода Да, у нас новый Сейм В нем, как известно, две трети новые депутаты И половина депутатов вообще ни разу не были в Сейме И, ну, не буду привлечивать Являются, по сути, людьми, взятых с улицы Для них-то все новые, так сказать, ворота И вот они начинают, так сказать, свой путь С этими вот идеями Заблуждениями Наступлением на грабли Ну, на которых... Ну, слушай, вот я тебя поправлю Все-таки то, что я как раз об этом сама думала сегодня Все-таки так или иначе, но в коалиции есть неплохие экономисты Каринж, Павлюц, тот же там Ашераденс, да? Каринж Каринж Ну, они же экономисты Нет Каринж это филолог Никакого, так сказать, связи с экономикой Ну, по крайней мере, в Европарламенте он пытался заниматься экономистом Я к чему веду, что эти люди не первый год замужем Но они же примерно должны отслеживать, по крайней мере, процессы Каринж, наш премьер Каринж, он по образованию филолог И весь, так сказать, опыт с экономикой закончился так называемым ОИК Когда он был министром экономики Но все остальные, в политике есть какая-то преемственность И опять же, я даже вчера вечером зачем-то прочитала черновик национального плана развития И там один из приоритетных пунктов как раз таки написано Что нужна политическая стабильность Что это политическая, налоговая стабильность Что именно эта налоговая непрогнозируемость Она так придет в бизнес, что они не могут ничего планировать И тут опять 25 Теперь, значит, отменяем налоговые льготы И пересматриваем налоги Ответ почему на самом деле весьма прост Потому что у правительства Каринжа денег нет Обещаний дано много Ни одно из этих обещаний не было выполнено Во всех областях страны наблюдается хронический и очень острый недостаток финансирования От здравоохранения до дорог и до учителей И везде, я думаю, трудно назвать сферу, где финансирование А, оборона Где финансирование было достаточно Разве что в обороне Поэтому это причина номер один Причина номер два Это есть один, скажем так, лакомый кусочек Который им хотелось затронуть, но не получилось в прошлый раз Ни три года назад, ни пять лет назад Это налог на микропредприятие Поэтому сейчас весь этот цирк, весь этот театр Вокруг там этой вот налоговой реформы Все эти подкомиссии, которыми и группы Которыми руководят люди У которых нет в этой сфере ни образования, ни опыта Абсолютно ничего Я думаю, моя догадка заключается в том Я думаю, что этим старые партии вроде Единства Которые, опять же, в этом процессе присутствовали очень долгое время Они просто проводят новых, так сказать, депутатов Через все эти круги Для того, чтобы они пришли, по сути, к тем же выводам Которым пришли хотя бы два-три года назад И они хотят ликвидировать Я думаю, что в этом ни для кого Кто хотя бы наполовину знаком с данной сферой Нет никаких сомнений, что все это разведено для того Чтобы ликвидировать так называемый налог на микропредприятие То есть все То есть вся эта говорильня, все эти лозунги и так далее Будут закончены одним Тем, что так или иначе Но де-факто этот вот институт, инструмент Налог на микропредприятие будут ликвидированы То есть таков мой прогноз Того, чем закончатся все эти подкомиссии, рабочие группы Или что там у них еще А это действительно такой бестолково льготный налог? Ведь как ни крути в так же микропредприятиях По-моему, там одна десятая работников занят Он Я бы не назвал его чисто бестолковым То есть проблема его в следующем Есть, возьмем, так сказать, три группы Таких, скажем так, предпринимателей или бизнес Начнем с тех, которые начинают свой бизнес Более-менее в первый раз Для них налог на микропредприятии Это очень даже хорошая вещь Потому что в нашей налоговой системе Без бухгалтера, без специалиста не проберешься То есть человек, который начинает свой бизнес Ему нужно быть одновременно самому себе И директор по продажам, и инженером, технологом, производством Что-то такое Еще вдобавок ко всему этому Узнать, как платить налоги Как регулярно подавать отчеты по налогам Это слишком много Поэтому здесь налог на микропредприятия Он помогает этой группе То есть начинающий предприниматель Для них замечательно Вторая группа Тот малый бизнес, который всегда будет малым То есть как правило мы говорим о тех предприятиях Тех, скажем, бизнес, который там семейный В регионах, там на селе Там маленькое кафе, маленькая гостиница Там какой-то маленький бизнес Который работает на внутренний рынок У которого, по сути Они никогда не станут Посмеемся Майкрософтом Или там более большим предприятием То есть для них это тоже представляет Гораздо более простую Систему налогообложения Потому что им сложнее себе позволить Все этих консультантов Которые могут себе позволить Более большие предприятия Для них это тоже хорошо Но есть третья группа И это те предприятия Которые на самом деле являются Ну, не маленькими Небольшими, но и не маленькими И они для оптимизации Для того, чтобы платить меньше налогов Они дробятся на составляющие Каждый из которых составляющих Становится микропредприятием Вот это вот третье, плохо То есть у нас есть режим Который, по сути, дает Хорошие результаты Он нужен объективно Для двух групп предпринимателей И он вреден для третьей Ну, такая цикл Просто, что меня очень смущает В этой ситуации Что, я понимаю Если бы мы были сейчас На пике экономической волны То есть у нас бы вот все просто Росло, развивалось ВВП, инвестиции градом Тут наоборот Я читаю сегодня новости Что инвестиции в прошлом году Упали на иностранные инвестиции На полмиллиарда В латвийские предприятия Тот же банк Латвий Постоянно пересматривает Прогноз ВВП В сторону уменьшения Объективно мы видим Что есть и стагнация в Европе И торговые войны И другие факторы Нестабильности, неизвестности Заканчивая ситуацию На Ближнем Востоке Из-за чего мы понимаем Что ждать какого-то Интенсивного развития И каких-то новых возможностей Сейчас нельзя Вот на всем этом Информационно-новостном Далеко не лучшем фоне Правительство начинает Закручивать бизнесу гайки Это же как-то Вот самый неподходящий момент Данное правительство Оно Как на самом деле Многие до него И Я даже осмелюсь сказать Даже и те В которых я работал К своему В то время Большому шоку Оно не смотрит Очень далеко Оно не смотрит На послезавтра Оно не смотрит На после следующий год Вот есть Следующий год Как мы будем Пополнять бюджет Чтобы выполнять Какие-то свои обещания Чтобы нас там Как-то Не выглядеть совсем плохо Вот и все Ликвидировав Если они ликвидируют А я думаю Смотря на то Как они принимают решения Я думаю Что Несмотря ни на какие Аргументы Оппозиции Критика И т.д. и т.п. Я думаю Что они вполне Могут это сделать Если они ликвидируют Этот режим Микропредприятий То По крайней мере Краткосрочно Поступление В бюджет Будет больше Но В среднесрочной Уже перспективе Да Их будет Меньше Потому что Мотивация Людей Начинать Свой бизнес Будет Серьезно Уменьшена На Малый Вот этот Вечно малый Бизнес Оригинальный Будет еще сильнее Закрученный Гайки Я думаю Что часть Из них Тоже решит А зачем Нам это Вообще Потому что Каков Взгляд На экономику У Даже Пускай Правительство Каринша У всей Этой Коалиции Почти Вечно Во главе С единством Они Смотрят Так У нас Мы Ставили Давным-давно В 90-х Цель Стать Демократией И Рыночной Экономикой Все Мы стали Рыночной Экономикой Значит У нас В экономике У нас Все решает Рынок Поэтому Мы Вот Как Рынок Решит Так И будет Мы Ничего Не Можем Сделать Мы Ничего Не Собираемся Делать То есть В области Экономики Мы Фактически Ушли Я Проведу Такую Параллель Средние Века Когда Экономика Была Аграрной В основном Сельское Хозяйство То есть В чем Заключалась Экономика То есть Вот Сеют В землю Вот Там Посев Семена И так Далее А потом Молятся И ждут Вот Что Прорастет Погода Хорошая Хорошо Плохая Погода Плохо Но В этом Перерыве Между Там Семенат Посеяли И дальше Можем Только Там Молиться Говорить Шаманами Там И т.д. И т.п. У нас На самом деле Сейчас То же самое То есть Правительство Говорит Вот Мы Создали Какое-то Условие У нас Какая-то Законность Мы Вошли В Евросоюз Там Мы В НАТО Мы Там Еще В куче Организаций И так Далее У нас Рыночная Экономика Все Нам Больше Ничего Не надо Делать Вот Дальше Что Из этой Рыночной Экономики Прорастет То Прорастет Хорошо Будет Хорошая Погода Будет Хороший Урожай Плохая Погода Плохой Урожай И у нас Далее Эти Шаманные Экономисты В основном Коммерческих Банков Которые Нам Объясняют Что О Вот Сейчас Погода Хорошая В мире Экономический Рост Значит У нас Будет Более Большой Рост Погода Плохая В мире Более Медленный Рост И у нас Будет Более Медленный Рост Что Можем Сделать Разводя Руками Ничего Мы Не Можем Сделать То есть Там Я даже Сделать Что Вопрос Пиара Заботилась Потому что Я По-моему За последние Полгода Прочитала Столько Комментариев Что Экономисты Банка Латвии Что Еще Какие-то Эксперты Псевдо Эксперты Которые Действительно Горят Что Налог Микропредприятия Это Зло Налоговые Льготы Срочно Убрать При этом Никто Не Говорит О Других Проблемных Местах Налоговой Политики Латвии Которые Кстати Указы Многочисленных Международных Исследованиях Это То Что У нас Огромное Социальное Расслоение Что У нас Очень Большая Нагрузка На Рабочую Силу Что Мы Проигрываем Наши Преимущества В Балтийском Регионе И Другим Странам И Вот Эти Все Моменты Они Почему-то Как-то Правительство Не очень Волную Видите Саша Есть Очень Много Специализаций Причем Она Очень Узкая То Что Человек Узко Специализирован В одной Области Он На самом Деле Имеет Очень Слабое Понятие О Вопросах Другой Области То Может Примерно Как В медицине Есть Врач Например Уор Ухо Горло Нос Наверное Вы бы Не хотели Чтобы Он Делал Нейро Хирургию Или От рака Так Комистры Банка Латвии Они Узко Специализированы На Макроэкономической Части Они С налогами Ничего Такого Общего Сильно Не Имеют Они Не Специалисты В этой Области Или Они Не Специалисты В области Экономического Развития Роста И т.д. То есть Они Примерно В ситуации Где Грубо Говоря Врача Ухо Горло Нос Просят Давай Ты Можешь Заняться Практологией Грубо говоря Поработать как Практолог Или как Гинеколог Или что-то Такое То есть Они Естественно Не скажут Нет Они Постараются И так далее Но Результат То что мы Слышим От Банка Латвии Я недавно Был на дискуссии По налогам Аналогичная Дискуссия Была бы Два года Назад Четыре Шесть Лет Назад Ничего Не Изменилось Я Пришел На дискуссию Нашему Знакомому Очень Точно Сказал Что мы Сегодня Неуслышим Все Именно Это Услышали Ну Товарищ Чтобы Закрыли Эту Тему Перед Рекламой Вот Если Будь Ты Прости Господи Был Премьером Кариншем Ты Где Деньги Искал На Медицину Образование И Прочее Если Будь Я Был Премьером Кариншем Я Был Сказал Следующее Знаете Те Рецепты Для Экономического Роста Что Мы Считали Работают В 90-х Они На самом Деле Не Работают Больше Это Так Вот Надстройка Что Мы Сделали А Дальше Мы Видим Что Все Те Страны Которые Действительно Добились Экономического Серьезного Экономического Роста Они Ведут Очень Независимую Даже Креативную Политику О том Что И Как Это Делать Они Просто Сидят Сложа руки Поэтому Я Был В первую Чередь Даже Самая Самая Первая Знаете Мы Теперь Проводим Политику Экономическую Назовем ее Политикой 360 градусов Мы Ищем Возможности Везде Даже На Востоке Мы На Каждую Страну Наши Соседы И так Далее Смотрим Как Какие Возможности Для Экономического Роста Нам Это Представляет То Простейший Пример У Нас Например Есть Сельское Хозяйство Сельским Хозяйство У нас Оно Так Заточено На Фермеров Грубо говоря Возьмем Молочную Примышность У нас По Производству Молока Могли Производить Гораздо Больше Вопрос Кому Продавать Потому Что Молоко Живое Его Далеко Не Увезешь А если Бо Переработать В Более Интересную Интересную Продукцию Мы Могли Бо Увести Весьма Весьма Далеко Переработки У нас Она У нас Сносительно Слабая Самые Сильные Игроки Ну вот Фуд Юни Например Сильный Игрок Но Он Такой Не сильно Динамичен В последние Годы Мы На самом деле Здесь Под то Что У нас Есть Мы Могли Бо Привлечь Серьезных Инвесторов Если Бо Мы Серьезно Работали Вот Именно Над Этой Сферой Не В целом Бо Ждали Вот Пусть Придет Любой Инвестор Мы Ждем Его Готовы Ленточку Перевести Целенаправленно Работали Именно Над Этой Сферой Это Можно Сделать Есть Консультационные Компании Стратегические Консультанты Такие Как Макинси Бостон Консалтинг И так Далее Которым Ну да Примерно Скажем Так За Определенную Сумму Немаленькую Они Готовы Этих Инвесторов Найти Можете Что Они Придут И Сделать Инвестиции На Десятки Миллионов Евро Создав Тысячи Рабочих Мест То есть Подтянув Наверх Всю Эту Индустрию Это Просто Один Пример Таких Можно Сделать Больше Для Этого Правительство Должно Кардинально Поменять Свою Идеологию Того Как Оно Смотрит На Экономику Как Таковую То Вместо Того Чтобы Сидеть На Диване Чем Правительство Занимается Последние Много Лет Я думаю Десять Как Минимум Я бы даже Сказал Примерно С 2004 Года Как Вступили Евросоюз Сели На Диван И Все И Больше С него Особо Не Вставали Для Этого Нужно Эту Пятую Точку С Дивана Поднять Наконец Но Может Как Раз Таки Новый Бюджет ЕС На Следующие 7 Лет Который Явно Предоставит Меньше Финансовых Возможностей Чем Было Раньше Он Заставит Наших Политиков Немножко Побегать Я думаю Что Единственное Что Заставит Наших Политиков Делать Это Отсутствие Денег ЕС Как Таковых Потому Что На данный Момент Модель Политическая На Какова То Есть Политическая Власть Это Весьма Легко Берем Национальное Объединение Говорим ФАС ФАС Не столько На Так называемых Иноземцев Там Русскоязычных Сколько На всех Тех Других Латышей Которые Готовы С ними Завести Какие-то Политические Связи Например Там Зеленые Крестьяне Там Или Куда КПВ Так Значит Национальное Объединение И все Его Сателлиты Держат То есть Не дают Никому Приступить Красная Линия Все На верхушке Пирамиды Такие Партии Как Единство Там Аты Стива Пара Так Называемые Проевропейские Все Политическая Власть Есть Что Дальше Дальше Распределяем Европейский Фонд Который На 7 Лет Более 4 Миллиардов Но Этого Достаточно Чтобы Было Что Распределять Было Что Осваивать Вот И все А дальше Рассказываем О Кремле О Путине Руки Москвы И так Далее То есть Работает Уже Много Лет Увы Давай Сейчас Передемся На рекламу Во второй Части Программы Поговорим О Евросоюзе И прочих Интересных вещах Добрый день Еще раз В эфире Программа Есть Тема В студии Александра Полищука Сегодня Мой гость Вячеслав Домбровский Депутат Сеймы Экономист Председатель Парламентской Комиссии По Долгосрочному Развитию Говорим Преимущественно Об экономических Вопросах Но В конце На самом деле Поговорим О политике Как же без Нее Обычно Со второй Части Мы обсуждаем Международную Повестку Но Сегодня Начну С одной Интересной Темы Которая Происходит В Брюсселе Еврокомиссия Сегодня Должна Представить Своё предложение Поведению Минимальной Европейской Зарплаты Скажу Честно Сколько Все 10 лет Что я пишу В европейской Политике Это событие В той или иной Форме Анонсировалось Обсуждалось Просчитывали Шансы Насколько Это возможно Потому что До сих пор Все вопросы Связанные С социальной Политикой С зарплатами Так или иначе Находились Компетенции Национальных Правительств В принципе То что должно Произойти сегодня Такой можно сказать Революционный шаг Потому что Сразу говорю Еврокомиссия Не представит Проект Что во всех странах Должна платиться Минимальная зарплата Тысяча евро Нет Речь о том Что Еврокомиссия Скорее всего Предложит Использовать Определенную форму Или критерию Определения Минимальной зарплаты Ну такой До сих пор И на уровне экспертов И на уровне политиков В Евросоюзе Обсуждалась схема Что это должно быть Как минимум 60% От Медиативной От медиативных доходов От медианных доходов Опять же Уточню Что медианный доход Это не средняя зарплата Это Так называемый Уровень Выше и ниже которого Получает доход Одинаковое количество работников Я вот сразу Для примера Приведу цифры Что если у нас Уже порядка тысячи евро Средняя зарплата В Латвии На бумаге То вот медианный доход В прошлом году Он составлял 748 евро Ну и соответственно Если вот эти самые 60% от него Это было бы 508 евро Между тем Как мы знаем Минимальная зарплата В Латвии Была только 430 евро Ну и таким образом Предлагаемая Веркомиссия реформа По крайней мере Для Латвии Точно должна означать Повышение минималки В чем проблема Эта реформа Тоже в двух словах скажу Что во-первых Конечно же Не во всех странах Просто Евросоюза Есть минималка Как таковая Например Латвия, например, Румыния, Венгрия, Болгария, во всех этих странах минимальные зарплаты колеблются суммы от 280 до 460 евро. И понятно, что для правительства этих стран, так же как и для работодателей в этих странах, это будет некоторая нагрузка. В то же время есть страны Западной Европы, как Люксембург, Ирландия, Нидерланды, Бельгия, где минимальная зарплата достигает вплоть до 2000 евро. И они, скорее всего, будут всячески поддерживать эту реформу, поскольку некоторые эти страны устали, скажем так, от притока мигрантов из стран Восточной Европы. Они, конечно, будут считать, что повышение уровня зарплат, искусственное повышение в бедных европейских странах, немножко остановит этот приток новой рабочей силы и понизит конкуренцию на их рынках труда. Ну что, давай обсудим. То есть, во-первых, первое, что, наверное, интересно, вот ты, как экономист, и, наверное, опять же, как политика депутат Латвийского Сейма, тебя будет, тебя сильно обидит, если Брюссель начнет вмешиваться в вопросы, какие зарплаты, какие пенсии пособие нам здесь платить. Ну, знаешь, Саша, меня то, что Брюссель начнет вмешиваться, он вообще не удивит. Брюссель вмешивается абсолютно постоянно. Ну, эта сфера, по крайней мере, до сих пор, государства очень держали, что это наша маленькая национальная поля. Ты знаешь, я первый вопрос, что я себе задаю, это какой в этом смысл и какие цели у этого будут достигнуты. И здесь, ну, знаю, что та причина, по которой новый руководитель Еврокомиссии забыл, Урсула Фондерлайн, она заявила, что это средство для того, чтобы уменьшить отток людей с востока на запад. Да? Достижение этой цели, единая политика под минимальной зарплатой, она как мертвому при парке. Она вызывает, мягко говоря, недоумение. Здесь мне приходит в память, какое-то время назад я был на одном такой-то там дискуссии в Брюсселе, она как раз была примерно после Брексита, после решения Великобритании выйти из Европейского Союза. И там было всеобщее смятение, и почему это случилось, и что делать, и там, так сказать, брейнсторм, мозговой штурм и так далее. И вот лучшее, с чем все, так сказать, умы пришли, решение, что сделать, нужно сказать, давайте сделаем бесплатные билеты на железную дорогу для пенсионеров, чтобы они, ну там же там пенсионеры проголосовали за Брексит во многом, да? Вот чтобы они поездили по Европе и увидели, как вообще здорово Европа. И тогда они, да, ну на что некоторые люди, так сказать, менялись, так сказать, взглядами недоумения, да, то есть от гениальности данной идеи. Ну здесь тоже, ну смотри, Саша, феномен, почему люди уезжают, вот сейчас, с востока на запад, скажем, из Латвии в Европу. Основная причина это, ну, или не могут найти работу, не видят перспективы, и основная какая-то разница в средней зарплате, да? То есть в том, что, например, ты врач, ты знаешь, что там на западе ты получишь за свой труд, ну раз в пять больше, да? Ты студент, ты знаешь, что там ты начнешь карьеру, ты тоже будешь иметь гораздо более интересное будущее и более высокую зарплату, чем здесь, да? То, что здесь минимальная зарплата будет, там, сколько здесь процентов от средней, не удержит ни первых, ни вторых, ни третьих, да? То есть феномен оттока вот этих мозгов и людей, он примерно такой же, как у нас даже в пределах одной страны, у нас Латгалия опустошается, и люди уезжают оттуда, в том числе в Ригу. У нас в Риге и в Латгалии минимальная зарплата, кстати говоря, одинаковая. И несмотря на одинаковую минимальную зарплату, они все равно уезжают, да? То есть в основном мне говорит о том, что, ну, наверное, в Брюсселе, наверное, Брюссель настолько сильно оторвался от того, что происходит, соответственно, на Земле. Но Брюссель действительно оторвался, в Бельгии минимальная зарплата 1500 евро, поэтому на эти деньги можно жить. Да, что он предлагает крайне, ну, крайне, скажем так, странные решения, да? То есть решения, о которых я вообще сомневаюсь, что они являются решениями, да? То, что может предотвратить, действительно предотвратить отток людей отсюда туда, это если здесь восток будет расти быстрее, чем запад, да? Что люди тогда подумают, скажем, тоже человек, тогда это будет как выбор между Ладом, человек подумает, хорошо, я пойду туда, сегодня я получу там более высокую зарплату, но там моя зарплата будет расти медленнее, чем здесь. А здесь я, может быть, динамичнее, здесь зарплата растет быстрее, лучше я останусь здесь. Вот тогда он может остаться, но для этого нужно, ну, действительно, достичь роста на периферии. Ну, давай я, наверное, займу позицию европейского федералиста, и все-таки скажу, что, на мой взгляд, да, любая попытка введения Евросоюзом неких социальных стандартов, неважно в чем, в минимальных зарплатах, в пенсиях, в пособиях, это все-таки не так плохо, потому что, окей, безусловно, это не мера по сдерживанию иммиграции, она будет продолжаться, и, честно говоря, после последних многих решений правительства, в том числе в образовательной сфере, ну, и лично, например, для меня, скажем так, не только экономические вопросы становятся стимулом, почему хочется иногда уехать, да, то есть это бывает уже, и мысли о том, что ты просто не хочешь дать своему ребенку лучшее будущее, или не бояться, не знаю, говорить какие-то вещи или писать их в соцсетях. Ну, это один момент, но вот этот европейский социальный стандарт, то есть я все-таки вижу в нем некоторую пользу, особенно, может быть, на фоне того, когда правительствами возглавляют всякие кай-реньшие, кай-меньшие и прочие, то есть если хотя бы внешне, искусственно наше правительство заставит пересмотреть те же минимальные пенсии, допустим, которые сейчас 80 евро, это даже далеко до прожиточного минимума, если будет установлена какая-то формула, понятно, что и Версуэс никогда не скажет, все платим такую-то сумму, нет, но они могут заставить делать какие-то привязки, то, может быть, ну, пусть это микропомощь, но это тоже неплохо. Здесь надо различать от, есть решение проблем, решение проблем, если у вас мало ресурсов, но это где найти больше ресурсов, есть псевдорешение, то есть я боюсь, как бы вот эти так называемые предлагаемые решения Брюсселя не были бы псевдорешением, и похожим, и вот эти вот единые социальные стандарты похожи на то, как, ну, я, может быть, сейчас, так сказать, перегнул палку, ну, помнишь, как была история про Мария Антуанет, которая, когда к ней обратились бедствующие крестьяне, что им нечего есть, сказала, так, ешьте пирожные, да? Так вот, не является ли данной инициативой, вот это введение единых социальных стандартов призывом, вам нечего есть, ешьте пирожные, да? Хорошо, а что бы мы тогда ждали от Евросоюза? Потому что мы с тобой только в первой части программы говорили о том, что, в принципе, европейские деньги Латвию, латвийских политиков, национальную политическую литу только испортили. А что мы тогда от них ждем? Каких советов, поддержки, еще чего? Они испортили, да, и в то же самое тот же Европейский Союз, например, наставит на том, чтобы немалая часть тех денег, что он предоставляет, были бы трачены на так называемые зеленые цели. Зеленые цели не сделают нашу страну более богатой, да? Ну, а для Латвии зеленые цели, они вообще во многом смешны, потому что Латвия является вообще одной из самых зеленых стран на свете, да? У нас и промышленность, по сути, была практически уничтожена, та, которая загрязняла природу, ну, в основном, да? Поэтому мы, если посмотреть с 90-х годов о том, как, насколько мы уменьшили показатели всяких там выбросов вредных веществ, атмосферы и так далее, мы в лидерах, мы там занимаем, ну, я думаю, ну, какие-то там первая пятерка в мире совершенно, совершенно точно, да? Поэтому, да, с одной стороны, Европа дает помощь, да? Да, с другой стороны, сами, само Латвийское правительство виновата в том, что эти средства по-большому, они во многом разбазаривают, да? То есть, какой большой толк найти европейские деньги в каком-то населенном пункте, где живет пара тысяч человек, построить международный стадион, футбольный стадион по международным стандартам, да? Чтобы там можно было какие-то, чуть ли не олимпийские игры играть, да? Мы от этого что? Страна стала богаче от этого, да? Ну, не считая освоения денег, там, стройподряды и так далее, да? То есть, но и три, сама Европейская комиссия сама же настаивает, чтобы большая часть этих денег шла бы на цели, у которых нет ничего общего с тем, чтобы действительно сократить неравенство доходов. Ну, видишь, наверняка даже эту философию зелени, да, у нее проникнут все последние месяцы, наверняка ее тоже можно использовать каких-то экономически выгодных целей, да, не знаю, найти бизнес, инвестиции, то есть, в принципе, подход Европы и Еврокомиссии, но в том, что мы перестраиваем всю экономику под зеленое мышление. Но другой вопрос, смогут ли и захотят ли это делать в Латвии, или мы только действительно еще формально выполняем требования, типа вот с целлофановых пакетиков перейдем на бумажные. Мне недавно в кафе в Риге отказались, например, кофе налить в одноразовый стаканчик с собой, сказали, что это не экологично бумагу производить, поэтому они налить меня только в том случае, если я приду со своей многоразовой чашечкой. Сразу скажу, что нигде в Европе, такому не предлагали. У нас в мире часто рассказывают, что вот из-за того, что мы сейчас идем на все эти зеленые цели и так далее, у нас из-за этого будет какой-то необычайный рывок экономики, и мы начнем производить какие-то очень инновативные продукты. Ну, по-моему, я вижу, что все это просто сказки. Например, сказать так, нам теперь нужно производить больше возобновляемых энергетических ресурсов, как, например, ветряная энергия. И это значит, что мы сейчас начнем производить эти вот ветряные генераторы. Мы что, я не слышал ни об одной латвийской компании, которая бы начала производить ветряные генераторы. Солнечные батареи, да, или еще что-то такое в этом роде, да. То есть это то, что, скорее всего, на самом деле произойдет, это то, что мы будем вынуждены покупать технологии и оборудование других стран. Мы будем еще в более глупое положение, если мы, купив эти технологии и оборудование, мы еще не будем способны его ремонтировать, да. То есть мы, когда оно поломается, мы еще и позовем инженеров из тех же других, из тех же Германии, да. То есть, грубо говоря, поставили ветряную мельницу, сами чинить не можем, если что. Извини, ветряной генератор, если поломался, сами чинить не можем, еще и позовем немецких инженеров, да. То есть, ну, как-то я не вижу в этом никакого рецепта экономического развития или роста, да. Ну, то есть, да, опять упираемся, наверное, в мышление национальных элит, потому что какие бы ни были требования Евросоюза, хотя она это очень любит ссылаться здесь в Латвии, что вот из Брюсселя прислали указуху, мы все выполняем. На самом деле, наверное, всегда можно что-то перестроить, адаптировать, смягчить удар и в том числе, наверное, найти какие-то и плюсы от всех этих социальных европейских стандартов и повышения минималки. Ну, будем наблюдать, как будет происходить, потому что понятно, что обсуждение предложения Еврокомиссии будет длительным, наверняка будут голоса против, одна Польша, как известно, может заблокировать при желании все, что угодно. Ну, тем не менее, вот снова глава Еврокомиссии, она сказала, что это ее приоритет, и в течение ближайших пяти лет она намерена довести дело до конца и ввести эту единую европейскую минималку, мы посмотрим. Давай еще перейдем к последней теме, которая немножко, может, с экономикой не связана, такой софт, но тем не менее хочется ее посудить, потому что сегодня на заседании Кабинета министров будет обсуждаться новый законопроект, подготовленный Министерством обороны, и смысл сводится к тому, что с 1 сентября 2024 года во всех латвишских школах должен появиться новый обязательный предмет, который так называется «Государственная оборона». Курс включает в себя воспитание патриотизма, ориентирование, навыки первой помощи, освоение боевых навыков сельской местности и даже практически занятия по стрельбе. В качестве эксперимента последние пару лет этот предмет уже вводили в двух десятках школ. Я посмотрела, не поленилась, нашла программу, чему же детей учили. Могу сразу сказать, что там был и выезд в специальные летние лагеря, и как минимум 30 часов стрельбы из винтовки и прочего оружия. Это будет 10 понравиться? Несомненно. На самом деле у меня теперь вопрос, это же не столько к политику, сколько к отцу двоих детей. Тебе бы хотелось, чтобы твоя дочка младше научилась стрелять на обязательных уроках государственной обороны? Ну, знаешь, здесь вопрос к самой дочке. Я ей сказал, детям это, наверное, понравится. Несомненно, да? А какова будет цена всему этому, конечно? Ну ладно, Министерство обороны таким образом тратит свои эти 2% на оборону, которые большую часть денег она особо не знает, что с ними делать. Новые штатные места в том же Яунцарде, там 64 человека наберут. Да-да, естественно. Но, видишь, дело в том, что у тех же учеников, у них детей, у них в сутках тоже, как и у нас, на удивление, 24 часа. И я помню, будучи министром образования, ко мне приходило просто куча писем от кого только финансовая ассоциация хотела, чтобы детям учили финансовые уроки. Можно посмеяться. КНАП хотел, чтобы им учили учение о коррупции. Я тогда не совсем понял о том, как... Практические занятия будут проходить. Да-да, практические занятия, да. То есть обо всем этом можно было, так сказать, и так далее. То есть там церковь хотела религиозные учения больше, там и так далее. То есть обо всем этом можно было полыбаться, да, что все, конечно, благими намерениями хотели эту учебную программу набить как можно больше, да. Но вопрос, в конце концов, а что мы хотим, чтобы из наших детей получилось? Да, потому что у нас сейчас во школах во многих вот это вот вхождение всех этих предметов, всех этих там социальных знаний, этик там и что только его сейчас еще вот это и другое, это и т.п. Оно ведь может происходить только за счет каких-то других предметов, да. Я боюсь, что эти другие предметы как часто будут. Физика, математика и химия, да. Физика, математика и химия, да. И в результате, ну, дети там, да, хорошо проведут время, стреляя на сельской местности, там и занимаясь там и всеми этими социальными знаниями и так далее, да. Но если в конце концов они будут слабы в тех же, ну, грубо говоря, будут хорошо петь, танцевать, да, но будут слабы в тех же математике, физике, химии, музыке, в том, что я считаю, основных предметах, да. Ну, для страны в целом это, ну, это значит судьбу для страны, как таких, не знаю, свободных художников, да, которые, по сути, умеют что? Ну, вот скажем из того, они могут построить, сделать смартфон, они смогут вот что-то такое, что технологически востребовано в мире. Я думаю, это очень скользкий путь. Я для себя как-то насчитала три недостатка этой идеи и тоже пыталась сначала найти что-то хорошее, вот, ну, вот кроме как свежего воздуха, что-то не дошлось. Свежего воздуха, стрельба, ну, Саша. Да, но тем не менее, я подумала, что, во-первых, а, если мы вводим не как добровольно, как добровольно, ради бога, факультатив, все, кто хотят, пусть идут, но если мы действительно вводим в стране государственную оборону как обязательный предмет, это какой сигнал по целой миру, что мы ждем, у нас есть какой-то внешний враг, мы к чему-то готовимся, мы же вроде все время наоборот утверждаем, что мы за мир и нам ничего не угрожает, или таки нет. Заметь, что наша правящая элита совсем не утверждается, какого? Ну, тем не менее, 2% на обороне-то мы тратим, значит, вроде как мы должны быть хорошо защищены, но нет, тем не менее, мы хотим научить детей стрелять. Второй момент, это, скажем, как бы ни получилось так, да, что начиная с обязательного предмета государственной обороны, мы будем потихонечку подходить к обязательной армии, да, в принципе, такие решения мы видим, принимаются и в странах Западной Европы, там та же Литва, как пример, то есть, если мы пытаемся вовлечь в этот процесс, в это движение, опять же, это будет все по-молодежному, задорно и весело, возможно, да, как можно больше людей, причем именно подросткового периода, когда еще там, может быть, не всегда работает мозг, работают больше другие части тела, то зачем мы это делаем? Что мы хотим? Подтолкнуть их потом все пойти служить в войска или даже как на обязательной основе? И третий момент, ну, это что такое, может быть, это мой психоз молодой матери, но, скажем так, я подозреваю, что, может быть, не всем детям и подросткам и нужно давать в руки оружие или учить навыкам какой-нибудь вольной борьбы. Ну, опять же, возможно, это просто засилие новостей из Соединенных Штатов, где дети любят выйти пострелять, потому что оружие довольно доступно во многих домах, оно просто вестит на стеночке. Но, в принципе, за счет вот этого, введения этого предмета доступ, да, ну, вот я, например, ни разу винтовку в руках не держала. Получается, что лет через пять все старшеклассники в руках какую-то винтовку поддержат, и кому-то, возможно, это понравится. Меня этот момент смущает. Ну, Саша, здесь я могу сказать, я бы сказал надо так. Мы, я думаю, большая часть наших слушателей, мы, наше, так сказать, детство и часть юности прошло во время холодной войны, а такая вот уже более молодость и так далее, она прошла во время, во все, так сказать, 90-е, да, когда врагов не было, когда казалось, что вот он горизонт и, скажем, свобода, возможности и так далее. Я думаю, что сейчас мы видим, что, я думаю, что мы видим это очень отчетливо, да, что мы и эта страна, и не только эта страна, она идет куда-то обратно в то, что уже есть враги, внешние враги, внутренние враги, для борьбы с этими врагами необходимо, так сказать, более, я бы даже сказал, тоталитарные методы поведения, да, в разных сферах общественной жизни, да. Но, к сожалению, к сожалению, такова тенденция и этого правительства в данной стране, но и, к сожалению, не только этой страны, да, то есть, что, ну, конечно, хорошим это не является. У меня было бы другое видение для нашей страны, да, как для более, скажем, такого свободного порта, если хотите, да, то есть для островка свободы на фоне многих других несвободных стран. Ну, вот давай на этом видении тогда сегодняшний эфир и закончим. Спасибо большое, что ты пришел. Напомню, что в студии был Вячеслав Домбровский. Это была программа «Есть тема», ее провела я, Александра Полищук. Мы с вами обязательно услышимся через неделю. Спасибо, что были с нами. Спасибо.